Девушки отдыхают Фильм, который мы вместе с экспертом подвергнем подробному разбору, сразу после комментариев будет показан полностью. И, возможно, эти кинокадры откроются вам с нового ракурса. Теперь о теме. Государственный универсальный магазин в Москве. Знаменитый ГУМ. Наверное, не было и нет в стране человека, который ушел бы оттуда без покупки. За 120 с лишним лет с ГУМом происходили всевозможные метаморфозы. Упраздняли торговые ряды, вселяли госконторы, хотели даже снести. Но ГУМ устоял. В 1954 году на экраны страны вышел фильм, где ГУМ предстал главной торговой витриной страны. И какой была эта витрина 60 лет тому назад – тема нашего сегодняшнего выпуска. Эксперт Григорий Ревзин. Искусствовед, журналист, писатель. Специалист по истории архитектуры и градостроительства. Ведущий Виктор Баталин. Начальник отдела научно-справочного аппарата Российского государственного архива кинофотодокументов. Здравствуйте, Игорь Горький. Здравствуйте, Виктор. Я знаю, что вы написали книгу про историю ГУМа. Да. То есть вас можно назвать главным специалистом по истории этого замечательного учреждения. Но вот давайте посмотрим фильм 1954 года. И вы его прокомментируете с исторической точки зрения. Вот истории его развития. Все-таки 120 с лишним лет его существовали. 60 лет от открытия 2 декабря и 60 лет от второго, вот Микояновского открытия, которое в этом фильме, насколько я понимаю, это 24 декабря 1953 года. То есть двойной повод у нас. Да, двойной юбилею там, да. Давайте посмотрим? Да. Давайте. Это кадр, который должен на всех производить впечатление совершенно, ну, фантастическое. Вот вы видите людей, они ходят вдоль этих фасадов и так далее. Вот первая линия ГУМа, это она вообще принадлежит НКВД. Там вообще был кабинет Берии, и у нас там были парады, и, соответственно, на эту главную площадь никто-то не торговал. То есть вот так, чтобы люди свободно ходили, и, ну, как бы это был магазин, который их приглашает войти, и как-то может с ними общаться, этого просто совсем не было. До 1921 года ГУМ носил название верхних торговых рядов. Построен в 1893 году по проекту архитектора Померанцева и инженера Шухова в псевдорусском стиле. После Октябрьской революции магазин несколько раз закрывали и открывали, а в начале 30-х почти вся торговля в ГУМе была вообще упразднена. Помещения были отданы под госконторы и жилье. После похорон Сталина правительство приняло решение выселить из ГУМа все учреждения и возобновить там торговлю, поэтому 1953 год считается вторым рождением универмага. Сталин вообще ГУМ собирался снести. После войны он там собирался делать пантеон в честь победы. Это вообще все должно было сноситься. Это было как бы временно существующее здание. И на задних линиях, то есть на третьей линии, там был продуктовый магазин, там что-то оставалось, но очень маленькое. Наверху вообще были общие квартиры. А первая линия... То есть жилые квартиры? Ну, общежития, жилые квартиры. Там вот первая линия, когда о, собственно, выселении ГУМа и, соответственно, открытии там торговли, он перечисляет там 17 министерств, которые там имели свое представительство и, соответственно, что-то порядка 120 человек, которые там имели квартиры. Вот. Вот 5 марта Сталин умирает, и 24 декабря он уже открыт. То есть они его сделали за полгода, и это чуть было чуть не первое дело, которое нужно было сделать вот прямо после смерти Сталина. И это вообще еще Маленьковский период, еще не Хрущевский у нас. Маленьков во главе государства. Маленькова идея, что мы сейчас всю мощь, так сказать, нашего государства, победившего Гитлера, то есть с атомной бомбой, со всеми, вот, пустим на благо людей. И вот одной из страниц этого благо открытия. А благо в чем? Ну, поесть. Прежде всего, просто еды, одежды, ну, потом квартиры. И это был совершенно знаковый объект. Вот, нате, мы на Красную площадь выносим вот этот вот магазин изобилия, в котором есть вот еда, есть одежда, там, граммопластинки, мебель, ну, вот он универсальный. Это вот такое чудо на Красную площадь. Отдельно хочу обратить ваше внимание, довольно смешное, это такой короткий период, когда Красная площадь проезжая. Тут даже еще трамвай ходил. Да, транспорт, да. Да, то есть просто, видите, вот ездят машины. Это сильно отличается от сегодняшнего, вот, как бы, нашего представления о том, как выглядит это место. Давайте дальше посмотрим. А это подземная дорога? Ну, вот это подземная дорога, да. Подземная дорога Гума – наиболее таинственная часть здания. Согласно историческим документам, по подземным галереям верхних торговых рядов, раньше была проложена железная дорога для подвоза товаров. Железная дорога шла к Гуму издалека и тоже под землей. При реконструкции магазина рельсы разобрали и организовали гужевое и автомобильное движение с заездом в подвалы Гума с улицы. Здесь уже сделана система, когда с Ветошного переулка прямой заезд грузовика, и вся эта подваянная часть… То есть заезд был из другого здания, которое находился на Ветошной? Нет, 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 нет. Просто прямо непосредственно из Ветошного, вон там и сейчас есть этот гаражный заезд, их два. То есть само здание Гума? Да, само здание Гума, вниз вы прямо съезжаете и дальше оказываетесь там три подземные дороги, да, ну просто три ряда, у вас три линии, три дороги. Все впечатляют? Да, вот такой двухэтажный подвал. Хотел обратить ваше внимание, потому что, понимаете, вот то новое, что было открыто в Гуме в 1953 году, чего в историческом Гуме не было, это продуктовый магазин. Продуктовый магазин располагался не там, где сейчас, не на третьей линии, а на первой. Вот как раз максимально близко к Красной площади. И идея, вот, о которой я сказал, так сказать, дать людям изобилие еду, она в этом фильме, надо сказать, вот как мы сейчас его видим, показана совершенно буквально. Понимаете, это прилавки, на которых идут, ну вот как по проходу, как по Красной площади у нас, так сказать, идут хлебные войска, идут мясные войска, идет мясомолочная продукция, идет отдельная ударная рыбная дивизия. И вот точно так же, вот как команды по ряду, вот так он показывает эти прилавки, да, вот это, причем, ну вы поймите, это вот, вот она Красная площадь, стена, и вот он до страны, да, то есть это очень зримо. Смотрите, это потрясающий кадр, когда, значит, ГУМ открывался в 8 утра по удару часов на Спасской башне, да, это он как фабрика, да, вот вообще от ощущения от этого, как вот от такого большого работающего предприятия. И в 8-10 он был заполнен людьми до отказа. Вот вы видите вот эту сцену. В ГУМе было в, ну они там страшно гордились, что они вышли на 300 тысяч посетителей в день. Значит, ну это было, разошло там в 70-е годы, в этот момент 250 тысяч. И, понимаете, это по замыслу был хорошо, великий европейский Невермак, переделанный под американским Невермаком. Ну ни один, ни европейский, ни американский Невермак в 8 часов утра не заполняется народом битком. Они вообще в 12 открываются, ну в 11 где-то, да. Здесь вот этот момент, когда, ясно, что это чудовищный товарный голод, потому что прибежали, ну чтобы люди прибежали покупать пальто, женщины, платье в 8 утра. Ну что за бред, да, это довольно дорогие вещи. Да, и все, он забит. Вот просто это там. Было даже специальное племя, это так, ну вернее, так, не знаю, люди, их называли гуманисты. Это те, кто занимали очередь с Никольской в 7-6, чтобы первыми пробежать к прилавку и купить. Да, и в этом фильме есть такой контраст между тем, как вообще-то все очень так понтово и как бы по-европейски. Там вот такой мастер, такой мастер, такой продавец. Губки она накрасила. И вдруг они показывают какой-то, ну сколько же народу на это, да, то есть какие губки-то, ну какая она не есть, но все же купят. Ну бессмысленно вообще какие-либо впечатления, да, это же такой склад, где дают, дают товар. Надо понимать, что вот эта реконструкция, которая была осуществлена, да, она была осуществлена по образцу американских универмагов, вот не так, как гум был сделан. Гум был сделан, как французский пассаж, да. Изначально. Да, изначально. А Микоян, он был большим поклонником, собственно, американской торговли, он прям так, ну вот ставил это как цель. И там, когда гум открывался, вышел журнал «Тайм» с Хрущевым на обложке, и, соответственно, первая статья была про открытие гума. И там написано, что это... То есть в 1953 году. Да, это большевистский ответ Максен Спенсеру. Тут главное, что это большая технология. Гум на тот период времени являлся самым большим и самым технически передовым пассажем в Европе. Многоуровневая структура торгового зала представляла собой 11 зон, где были сосредоточены все основные группы товаров. Ассортимент насчитывал более 30 тысяч наименований. Любая информация о расчетах немедленно поступала в машино-счетную станцию «Универмага», где фиксировались все, без исключения, торговые сделки между продавцами и покупателями. Ежечасно в гуме совершалось около тысячи покупок. Там все бесконечно двигалось, крутилось, одно на другое наезжало. Отчасти было ощущение, что они немножко играются в это. Ну, может быть, искали новые пути торговли, как образец? Знаете, тут, конечно, ну, и опять это тоже все бралось из Америки, но тут прежде чем? Зачем это все нужно было в Америке? Зачем это все нужно в европейских универмагах? Чтобы продавать больше, да, то есть вам нужно больше рекламы, быстрее обслуживания и так далее. Вот эти магазины, в которых в 8 утра набивается битком, быстрее продавать не надо. Там, наоборот, надо как-то, ну, держать товары, лишь кончаются, и больше не будет. Он был задуман так, что никакого дефицита не предполагалось. То есть вообще-то считалось, что вот это первый такой магазин, он образцовый. Вот даже фильм они снимают, чтобы все увидели, как должна быть устроена торговля везде в России, в СССР. Вот про эти вещи я хотел сказать два слова, понимаете? Вот эта идея с силуэтом, который ездит мимо ткани, и вы все время получаете разную картинку, как бы такой протокинематограф, да? Она придумана в 20-е годы. Значит, соответственно, здесь она воспроизведена, и это вот, ну, след такой вот этого раннего советского гума, даже по дизайну, когда все время, как бы, замысел-то в том, что вы видите, платье однотонное, а на самом деле они все время получаются, ну, как бы разрезанные пополам. Просто точно из дизайна 20-х годов, как у, ну, как у Поповой, да, как у Степановой, вот у, ну, художниц-авангарнистов 20-х годов, надо сказать, совершенно прекрасно. Ну, на секунду тоже остановите. Вот здесь это ткань. Надо понимать, что вообще-то основная часть одежды, которая в этот момент продается, это не готовое платье, как сейчас, да? Да, это еще все-таки Москва 50-х годов, где, ну, 70% одежды люди делают сами или портнихи. Но здесь есть момент даже какого-то, ну, когда я говорю, вот, фабрика гум, идея в том, что покупатель, он отчасти и работник. То есть он, так сказать, берет на фабрике, ну, как в магазине, как на складе, такой полуфабрикат. Они там даже продавали эти полуфабрикаты, как бы пальто с прикладом, который там ты дальше сам собираешь. Но технология работает здесь. Здесь ужасно смешная эта вещь, когда они придумали, вот она замечает, что она попала в кадр. Под прилавком они сделали конвейер, который, значит, ты выбрал ткань, тебе ее отрезали, и она дальше едет под прилавком на этом конвейере. Смысла в этом никакого. Почему покупатель должен бежать вдоль конвейера к кассе, чтобы оплатить, а не просто отнести это туда? Ну, логики в этом нет. Ну, это символ прогресса, да, вот как бы... Ну, поиски новых путей. Да, да, да. Ну, видите, вот сделали этот конвейер, они им так гордятся, вот, пожалуйста, вот его. Здесь все им упаковывают. Ой, а обратите внимание, упаковочная бумага прям с логотипом. Ну, это вот уже, конечно, из Америки. Это они придумали, страшно гордились тем, что у ГУМа есть своя упаковочная бумага. Они даже спорили, надо ли блять за это деньги или нет. Ну, потому что с упаковкой, вроде бы, можно без упаковки, но дешевле. Но выяснили, как в Америке, выяснили, что не берут. Не очень понимали, почему. Ну, у них-то это же реклама магазина, а нам чего его рекламировать, кто его не знает. ГУМ действительно ни в какой рекламе никогда не нуждался. Его знал каждый, и за время существования универмага в нем побывало более 5,5 миллиардов человек. Тем не менее, были времена, когда магазин все-таки рекламу заказывал, причем у самого Маяковского. И вот пример того, как знаменитый поэт выполнял заказ главного универмага страны. Все, что требует желудок, тело или ум, все человеку предоставляет ГУМ. Еще надо сказать, что в ГУМе, вообще в ГУМе вместе соединялись вещи очень высокого класса, то есть ботикового фактически, с идеей вот этой массовой торговли 300 тысяч человек в день. Из-за этого этот магазин так довольно странно работал. Тут было обувное ателье, что для, вообще, ну, это пик роскоши, да, это вот представьте себе... Сейчас это безумные деньги. Да, сколько это сегодня стоит, но вот в массовом виде сегодня сравнительно, это еще существует в Швейцарии, да, когда вам понадешили, вообще больше это никто не делает, да. А здесь в ГУМе было, и это, конечно, ну, и это тоже вот местные модели, они еще, так сказать, все еще 50-е годы, но тем не менее, ну, вообще это очень красиво. Да, вполне достойно. Интересный какой агрегат. Да, ну, вот это, видите, там, зеркало, да, посмотреть. Ну, действительно, люксовский магазин, а служный соответственно. Да, это бутик, конечно. Ну, то есть, единственное, что вот, смотрите, чем это будет отличаться от бутика? Ну, тем, что они в халатах в этих, то есть они в униформе, эти самые продавщицы, да, вот в такой, ну... А думали в свое время, что это, ого, как... Да, но они, тем не менее, вот как фабричные работницы. Ну, то есть, сегодня, если бы это был сегодняшний магазин, то представьте себе, какие девушки бы тут это продавали, да. Но, так сказать, вот это отличается от бутика. Ну, а в остальном, конечно, обслуживание, да, это скорее такое номенклатурное. Даже когда мы на это глядим, на этот кадр, вот кажется, что эта женщина, она так, ну... Может, все-таки у нее муж генерал, или как-то из райкома. Вот по самому какому, ну, как это вот показано, да? У челка. У челка. Ну, сапог еще не было, тут вы тоже, то есть, поди дальше чуть появились, и это стало такой большой... Это уже жизнь, да. Вообще-то, это очень роскошно. Ну, вот, когда покупается, ну, так можно представить себе, сколько стоит все, во что она одета. Вот там была еще дама в норковой шубе. Это, ну, представьте, массово вроде. Ой, это прелестный аппарат. Это что это такое? А, как трибуна какая-то со ступеньками. Это потрясающая вещь. Это называется педоскоп. Значит, педоскоп – это, в общем, рентгеновский аппарат, который показывает вам, как ваша нога сидит в туфле в двух проекциях, то есть так и так, и вы как бы... Ну, до этого человечество, в общем, и сейчас тоже, оно как-то легко решает проблему, вот, понять, жмет обувь или нет. Но в этот момент у нас же это как бы верх научно-технического прогресса, так сказать, мы вот наши высокие технологии пускаем в торговлю. Поэтому теперь мы определяем, жмет ботинок или нет научно, с помощью рентгена. Эти аппараты, их изобрели в конце 30-х годов. У Набокова есть описание такого аппарата в Швейцарии. И после войны почти сразу запретили, вот как раз этот период, когда становится понятно, что рентген – это совсем не так безопасно. И запретили в Европе, потом в Америке, вот как раз в этот момент, в районе, там, 55-го года. И в ГУМе, ну, мы, собственно, сделали, это не швейцарский, швейцарский немножко по-другому выглядел. Но, в принципе, вот, значит, у нас тоже была такая-то научная вещь. Этот, видимо, худсовет при Ателье. Да, 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 да. Да, и худсовет, конечно, очень смешно выглядит, совершенно как какое-то такое партийное собрание. Находятся они при этом в демзале ГУМа. Это тоже вот новое было у них такое. Ну, то есть демзал использовался сначала как зал акционеров ГУМа, потом тут были собрания, тут стоял гроб Аллилуевы, между прочим. Тут Сталин рыдал в этом зале, в общем, поэтому ГУМ хотел снести, потому что он вообще-то ненавидел это воспоминание. Вот здесь стоял гроб. А потом здесь стал вот этот вот зал показов, зал худсовета, при этом, что выглядит совершенно как такое партийное собрание, да, ну, или сдача диплома, я не знаю, вот они так все сидят, точно. Не знаю, все помнят, наверное, кадр из приключений итальянцев в России, когда героиня забегает в этот зал, переодевается и проходит, ну, там, ну, это уже как бы 60-е, уже другая история. Вот когда идет, собственно, эта секция, как бы для того, что теперь для дома, там мебель-то совершенно такая сталинская кабинетная, а вот эта вот бытовая техника, холодильники, стиральные машины, это, конечно, потрясающе. Понимаете, это мы только начали выпускать. Вообще бытовую технику, то есть, что у вас дома есть вот эта вот техника, и там, у вас не жена стирает, а вот есть стиральная машина. И они удивительные по формам, и вообще они удивительные как феномены. Как ракеты. Выглядит она совершенно как первая ступень ракеты, да, и, так сказать, дальше это вот. Понимаете, эти машины, это вообще-то уменьшенный, не очень сильно, надо сказать, уменьшенный промышленный агрегат. Берется стиральная машина, которая должна стоять на фабрике прачечной, да, которая там обслуживает, там, дивизию, да, и она чуть-чуть уменьшается и делается квартирной. Поэтому они, соответственно, были невероятно несуразные. Вот у этой машины, эта ручка, это просто, ну, как будто у тебя шагающий экскаватор ты запускаешь, вот такой, с усилием, да. И, с другой стороны, они были невероятно надежные, потому что, понимаете, они были рассчитаны вообще не на бытовое использование. Этот пылесос, там, который здесь продается, он должен был, ну, как бы, он должен был, как там, 10 лет подряд пылесосить, ну, актовый зал Академии, да. Да, то, там, эта стиральная машина может крутиться, там, 3 года каждый день по 8 часов. Поэтому они, вот, они довольно долго жили и ставили по себе такую память, что вот была надежная техника. А, вот фонтан, обратите внимание. Знуменитый фонтан. А. Он всегда был, вот с первого дня, с 93-го года? Нет, нет, нет. Вообще, изначально фонтана не было, сделали в 907-м году, первый раз. Вообще, ведь надо, да, понимаете, ГУМ изначально не имел дверей, это был город. То есть, вот, внешние двери, они появились как раз в 907-м году, после чего можно было сделать этот самый фонтан, потому что это единственный фонтан в Москве, который бьет круглогодично, да. И, соответственно, значит, ну, достопримечательность, ну, чтобы тепло было. Его при реконструкции в 53-м году, его сделали гораздо торжественнее в сталинском стиле, потому что тот был, это было такое большое мраморное блюдце, круглое, которое в центре имело одну струю. А этот сделан немножко так под стандарт сталинского ДНХ, да, когда струи вот так вот сложно бьют, как бы, по всем, и он восьмигранный. Ну, наверное, после того, как сделали этот фонтан, и объявление было по магазину, если вы потерялись, встречайтесь в центре зала у фонтана. Да, и оно звучит до сих пор, и, ну, это такое ритуальное место встреч, действительно, все всегда встречаются, да. Эту фразу, по-моему, вся страна знает, или знала во всяком случае. Пять миллиардов людей прошло через этот гул, ну, конечно, и в фильмах это было. Игорь, я вам очень благодарен, потому что, конечно, мы вот в фильме видели функционирующая парадная люксовская главная витрина страны, магазин роскошный, магазин советской мечты. И в то же время вы очень интересно много рассказали о том, о чем мы, обычные покупатели, приходя в этот магазин, никогда не знали. Ни про железные дороги, ни про автомобильные дороги, оказывается, где-то там подвало было. Да и про историю, которую, к сожалению, мы тоже недостаточно много знаем. Спасибо вам большое. Спасибо, было интересно. Спасибо, было интересно. Спасибо. Спасибо.